Привет, привет, мои хорошие. Вопросы, ответы. Вторая часть. Так, Владимир, здравствуйте. Хотела у вас спросить, вы еще не отказались от мысли купить себе дом? Я просто видела в одном из ваших видео, как вы присматривали дом. Продвижение есть в этом направлении? Спасибо за ответ. Спросила Татьяна Заягина. Татьяна, здравствуйте. Да, мы смотрели дом. Даже скорее не дом мы смотрели, присматривали. Мы искали участок, но на тот момент участок в том районе, в котором мы хотели, тех размеров, в котором мы хотели, стоил, да и стоит, наверное, сейчас еще больше, очень много. И стоил мы не рассчитывали на такую сумму, поэтому ничего мы не приобрели. А в законченном доме я, честно сказать, не думала. И муж тоже хотел, чтобы приобрести участок и построить дом. Мы думали так. Но как оно будет на самом деле, не знаю. Продвижения никаких в этом плане нет, потому что все финансы муж вложил в стройку. И пока эта стройка не закончится, точнее, не то, что пока стройка не закончится, пока он не заберет оттуда свои божьи деньги, говорить о доме не приходится. Не знаю, может быть, в конце концов, мы переедем в квартиру какую-нибудь, не будем ждать этот дом. Дом, конечно, было бы быть идеально, но не знаю, как получится. Но то, что мы точно переедем из этой квартиры, это тысячи процентов. Когда? Когда неизвестно. Пока неизвестно. Интересно, как вы выбирали имя вашим деткам? Кстати, это тоже очень частый вопрос про имя на моем детям. Имя сына мы с мужем выбирали еще, когда только познакомились по интернету, когда мы только общались. Мы еще даже не виделись в реале, но уже все моменты обсудили, если вдруг мы поженимся, если у нас все получится, как и что будет. Мы обсуждали все эти моменты до того, как увиделись. Чтоб потом не было никаких подводных камней. Получилось так, что и мужу моему, и мне нравилось одно и то же имя, Аслан. Да, представляете, вот так совпало. Не знаю. Мне еще нравится имя мужское Амир. В Турции оно Эмир. Но мужу не очень понравилось. И как-то мы решили, что раз обоим нравится Аслан, значит будет Аслан. Имя дочери выбирали долго, всей семьей подбирали, знакомые тоже нам присылали имена. В конце концов выбрала имя я. Почему выбирала я? Потому что имя должно было быть, которое звучно и в Дагестане, и в Турции. Конечно же, исламское, мусульманское имя должно было быть. Вот, поэтому изя храм. Но выбор был у нас маленький, так как мы должны были выбрать именно на букву З имя для дочери. Почему на букву З? У моего мужа была идея, как только я забеременела, и как мы узнали, что у нас двойня. Как мы узнали, что у нас двое, как он узнал, что он станет трижды отцом, назвать свою небольшую строительную компанию инициалами цель деток. Получается, дочь у него первая, старшая дочь, его зовут Ягмур, это буквой Е турецкая. Потом Аслан, А, и Зехра, З. Он хотел назвать Яз, Яз, это лето. В каком-то даже из одних, в каком-то из моих видео мы сидели где-то в кафе вечером. Я муж, племянник, дочь его, я тогда была уже в положении, но не афишировала это. И он сказал на камеру Язгельё, Язгельё. Типа лето идет, лето придет. Он имел в виду, что Язгельё, это имел в виду, что дети, его детки. Короче, не могу я это объяснить, потому что кто не знает турецкий, тем сложно будет понять. Ну вот, двумя словами, свою строительную компанию он будет называть инициалами деток. Первые буковки от имен его детей. Поэтому Зехру, дочку нужно было назвать именно на букву З. Из всех имен, которые более-менее мне нравились, которые они предлагали, я предлагала, чтобы мужу понравилось, было имя Зехра. У нас в Дагестане Зухра, но мне Зехра нравится больше, потому что Зухра, оно звучит более грубо. Секунду, кто-то их меркоти плачет. Итак, продолжаем. На чем остановилась, я не помню уже. Так, по поводу дома, по поводу имен. Так, имена. Да, все уже рассказала. Вадима, привет. Ферлатон в какой дозе дала детям? Здоровье деткам моим и твоим. Ферлатон фолл – это железо, кья давала деткам в дозе, которая прописана в инструкции, в аннотации. Там по весу ребенка. Смотрите, какой вес у вашего ребенка, и из этого веса, судя по весу, вычисляете дозу. Так, фокус. Поэтому сказать, в какой дозе давала я, смысла нет, так как вы будете давать, исходя из веса вашего ребенка. Так, идем дальше. Вадима, парите ли вы лицо, если да, то как часто? Нет, не парю. Парила в молодости. Не в молодости, а в подростковом возрасте, наверное. Так, не парю. Если только когда принимаешь душ или ванну. Так, привет, красотка. Когда ты только начала весь канал, как реагировала на негативную критику? Не возникало ли желания бросить все это? Я о тебе не так давно узнала на одном сайте форуме. Так обсирают девочек-блогеров. Любопытство ради зашла к тебе и была приятно удивлена. Хорошая, симпатичная, позитивная девушка Фатима. Написал мне Анастасия Исакова. Я даже догадываюсь, на каком это сайте. Где-то год назад, по-моему, мне кто-то из зрительниц написал про этот сайт. Я заглянула, честно сказать, посмеялась и ушла. Несчастные женщины сидят и обтирают всех людей. Ну, в принципе, он и называется, подобающее. Ладно, не буду названия говорить. Вот. Как я реагировала на негативную критику? Знаете, вначале ее практически не было, потому что очень мало зрителей. Подписывались только те, кому на самом деле интересен твой канал, интересно ты. Поэтому негатива практически не было. Чем больше стало зрителей, не именно подписчиков, а зрителей, тем больше, конечно же, стало негатива. Я стараюсь, в принципе, не реагировать. Но вот был период, когда вот эти вот последние месяцы, после того, как я родила, я очень остро воспринимала негатив. Хотела, знаете, подколоть, задеть того же человека, который вас пытается оскорбить. Не сколько меня, а сколько моих детей. Ну, пришла к выводу, к тому, которого я всегда, в принципе, в жизни придерживала, что мне оно не надо. Я вообще с этими людьми, которые негатив пишут, не хочу вступать в диалог. Это не моя тема. Это вообще люди, я считаю, это люди с другой планеты. Я человек с другой планеты. Потому что мне этого не понять, как можно. Даже если это ваше мнение такое. Я не знаю, просто я даже не могу это объяснить. Когда человек говорит, это мое мнение, это интернет, и я имею право его высказать, так как вы выложили свою жизнь на всеобщее обозрение. А, нет, как говорят, вот раз ты показываешь своих детей, то я имею право высказать свое мнение. Это то же самое, как вот на улицу вышел человек с детьми, вы ему говорите, разве ты вывела своих детей на улицу, я имею право высказать об этом мнении. Вы же так не подойдете на улице. Нет, потому что вам в лоб дадут. Вы не подойдете никогда. А в интернете почему-то у нас вот эти вот смелые люди считают, нужно высказать свое мнение. Мне этого не понять, когда мне что-то кто-то не нравится. Часто бывает, мне что-то тоже не нравится, видео у блогеров или сам блогер неприятен. Я просто закрываю видео и ухожу все молча. Я понимаю, что мое мнение ему как бы что шло, что ехало. Даже если оно ему было бы важно, я бы не стала ему этого писать. Поэтому, как говорится, улыбаемся и маршем. От того, что они меня где-то обсуждают, моя жизнь от этого не меняется, я от этого менее счастлива и не становлюсь. Я от этого не перестаю радоваться жизни, от этого мои детки по-другому не растут, от этого моя жизнь не меняется. Поэтому, как бы пусть все хотят, то и делают. Хоть негатив пишут, хоть что угодно. Говорят же, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. В этом плане, чем бы дурак не тешился, а лишь бы мозги другим не выносил. Так, Фатима, сделайте, пожалуйста, видео о документах, которые необходимы от папы турка, если рожать ребенка в России. При этом неизвестно, сможет ли после рождения папа приехать в Россию. Спасибо. Да, я сделаю отдельное видео на эту тему, потому что там двумя словами я не смогу рассказать на данный момент. Я не помню, какие документы, что нужно было. Ну, у меня, по-моему, списки сохранились. И, подглядывая в этот список, я сделаю обязательно видео. По поводу документов и по поводу выплат сделаю все обязательно. Здравствуйте, Фатима, вы зарабатываете ли на Ютубе? Сколько? У меня такой вопрос. Спросил у меня Мага Туркиш. Да, я зарабатываю на Ютубе. Сколько я сумму не буду говорить. Потому что у нас очень много людей почему-то любят заглядывать в чешой карман. Но все, что я зарабатываю, все у меня собирается на карточке. Эти деньги не тратятся. Это деньги для моих детей. Эти деньги будут тратиться на развлечения и на воспитание моих детей. Так, это у нас... Что это у нас, по-моему? Это у нас по желанию опять. Я прошу прощения, что так медленно. Потому что у меня всегда под фото, где я прошу написать вопросы, люди пишут по желанию. И вот мне приходится искать, выискивать именно вопросы. Тем более сейчас, когда себя не очень хорошо чувствуешь, очень сложно. Не очень сложно, но сложно. Дальше, 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 дальше. У меня такое ощущение, что я куда-то под другое фото перешла, что ли. А, вот. Ватюша, если будет настроение, желание и возможность, расскажите ваше мнение. Как воспитывать дочку так, чтобы она выросла с чувством собственного достоинства, берегла себя, чтобы ей в голову не приходило останавливать на ходу коней и лезть в горящие избы и без самой грани необходимости? Как мама воспитала вас? Что способствовало формированию вашего правильного женского представления о себе? Если что-то не способствовало, как вы это меняли в сознательном возрасте? Наверное, это не просто вопрос о теме для отдельного видео. Но если вам тема неинтересна и вы не хотите ее осветить, я пойму правильно и не обижу. Здоровья и счастья в вашей семье. Конечно, да, это вопрос такой для отдельного видео, нужно об этом подумать. Но я постараюсь в нескольких словах сказать, что нужно, как воспитывать. Мне кажется, с самого начала, с самого рождения нужно дочери, вообще не только дочери, да и сыну говорить, что он самый любимый, самый долгожданный, единственный, самый лучший на свете. Его хвалить за все, ребенка своего. Что я и делаю. Я хвалю своих детей просто так, просто за то, что они есть. Я горжусь ими. Нужно постоянно об этом детям говорить, чтобы они чувствовали, что они для вас самые-самые, единственные. Я не знаю, меня мама хвалила в детстве или нет, когда я была совсем маленькой, но когда я уже ходила в школу, да не только в школу, вот за всю свою жизнь только, когда я училась, пока работала, наверное, я от мамы хвалы практически не слышала. Но это не мешало мне вырасти такой, какая я выросла. Поэтому сказать, что есть какая-то формула, я не могу. Не знаю даже. Это надо, наверное, скорее у моей мамы спросить, а не у меня. С чувством собственного достоинства и берегла себя, чтобы в голову не проходили, даже не знаю. Это настолько все индивидуально. Кажется, многое зависит все-таки от характера ребенка. У меня вот какой я человек на самом деле, это характер, мой характер именно. Он не зародился от того, что меня воспитали именно вот так вот так. Нет, это мой характер. Он мне достался от покойного отца. Да, чтобы мама не говорила. Это мой характер. Мама как меня воспитывала, я не помню даже, как она меня воспитывала. Единственное, то, что я помню из детства, что она меня постоянно ругала из-за младшего брата. Вот это я помню хорошо. Что я всегда чувствовала себя ответственной за своего младшего брата. За соблюдение чистоты в доме. За все в доме я была ответственна. Так как я была старше из нас двоих. А брат был кляузен. Кляузен вечно на меня сжаловался маме. За что я от мамы получала. Получала хорошо. Ну, как видите, что выросло, то и выросло. Похвалы от мамы я особо не видела. Училась тоже в школе я очень хорошо. У меня мама не приходила на родители и собрания. Мне очень бывало обидно, почему она не приходила. Ну, она говорила, ты и так хорошо учишься, что там делать. Вот поэтому какой-то формулы даже нет. Наверное, мама сама должна почувствовать, как воспитать именно свою дочь. Потому что у этого ребенка, который родился, уже есть характер свой. Вот я смотрю на свою доченьку, да. У нее уже свой такой характер. Она заставляет нас вокруг себя плясать. Не за то, что она маленькая, да. И за то, что это маленький ребенок, ты вокруг него пляшешь. Нет. За то, что у нее именно характер. Если она не хочет что-то, ты ее не заставишь. Или если она хочет что-то, но не вот в такой позе, а в другой позе, ты все равно будешь вынуждена сделать, как она хочет. Не успели родиться уже с характером. Ну, все, наверное, я не буду долго дискутировать на эту тему, потому что я не так долго мама, чтобы с точки зрения мамы об этом рассуждать. А с точки зрения дочки тоже я не могу сказать особо многое, потому что я считаю, что в моей жизни большую роль сыграл именно мой характер. Не воспитание, именно характер. Потому что многие вещи, которые... Не многие вещи, а какие-то вещи, которые мама пыталась в меня вложить, которые говорили, вот это надо так делать, это нельзя так делать. Я все равно делала по-своему. Так. Хотим, а здравствуйте. Вопрос мой такой. Будете ли вы делать плановые прививки детям, или вы против этого? Заранее спасибо. Так, про прививки я ответила в предыдущей части. Так, идем дальше. Были... Были... А, все, закрываю я на этом эту часть. Будем снимать третью часть. Оказывается, уже 18-ми проболтала. Даже не знаю, о чем. Всего вам самого хорошего. Берегите себя и свое здоровье. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok